Если нападающий, к примеру, высокий, зачем нам тянуться или прыгать за его головой? Атакуем пах, атакуем уязвимые зоны. Опять кали, например, так же. Опа, ушел. Добивание такое же. Стандартные элементы, которые автоматически можно выстреливать и делать от любого нападения. Ну, например, сверху удар идет. То же самое, вот мягкая защита. А дальше то же самое мы делаем. И добиваем голову. Плавающий ребр, потом голова. Вот этот вариант, в этот вариант. Вот я сразу наношу удар в бицепс. Дальше без замахов в сонную артерию. Удар в пах. В момент выбивания, если заметили, у меня уже нанес удар плавающие ребра. Пока выбивало оружие, все это в едином. В некоторых случаях, да, получается, что это не такая уж догма прямо уйти с линии. А бывает, вот, например, поединок происходит в лифте. Здесь стена. Как уйти? Ну, естественно, тогда мы все равно воздействуем на противника, но с линии иногда и не уходим. Вот сейчас я показал вариант, когда он сбоку бьет, и вроде бы я, еще раз делаю, вроде бы я вот, вот не ушел, да? Но могу и уйти. И то же самое нанести удар. Дальше скрутить голову и... Все.